Тут уже дальше пошли интересные, немножко поговорим о Израиле и начнем издалека, начнем с Махачкалы. События произошли, вы знаете, довольно интересные. Там местные жители, в основном мужское население, кстати, средний возраст довольно молодой, где-то 35-40, 30-35 лет. Устроили погром, около полутора тысяч, они сломали ограждение, ворвались в Махачкалинский аэропорт, аэропорт двое суток не мог восстановиться, люди сидели в самолетах, они искали самолет из Израиля и пытались в аэропорту найти евреев для того, чтобы их убить. Реально, там толпа была разъяренная, потом еще там есть гостиница, возле которой тоже кидали камнями в окна, чтобы люди вышли из номеров, а потом проверяли у них паспорта. Полиция не отказалась, силовики отказались, Росгвардия, полиция местные отказались разгонять или успокаивать демонстрантов. Там, кстати, очень показательно, одного полицейского поймали в аэропорту, он там пытался им сказать, что все, успокойтесь, тут нет евреев. Так его заставили извиняться, что он братьям-мусульманам не дает возможности разгуляться в этом аэропорту. И ситуация настолько была показательна, что пришлось ввести ОМОН или СОБР, что у них там есть, Росгвардию, пришлось ввести из другой соседнего региона для того, чтобы хотя бы защитить остатки этого Махачкалинского аэропорта. И уже они там начали, и то толпа кидалась, отбивалась камнями, есть пострадавшие, особенно среди правоохранителей расистских. Вот такая вот. И показательная ситуация в том, что в стране хаос. Можно легко поднять толпу и пойти. А завтра кто-то поднимет еще несколько тысяч и тоже пойдет маршем на Москву, как это сделал Пригожин. Самое интересное, что когда Пригожин шел на Москву, ни один человек не вышел защищать Путина. Ни один. Все наоборот приветствовали марш справедливости. Давай, если на Рублевку мы с вами громить олигархов, бей буржуев. Как там, ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Так писал Владимир Маяковский. Так вот, именно такая сегодня ситуация в РФ. И видимо в Кремле спугались. И Путин, ну или человек похожий на Путина, вышел с заявлением о том, ну надо же было как-то объяснить. Эта новость облетела всю Россию. Надо было как-то объяснить, с чего бы так. Так вот, оказывается, это не местные организовали. Не антисемитское движение в Дагестане. А оказывается, это западные спецслужбы. События в Махачкале инспирированы, сказал человек, похожий на Путина. В том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных служб. Подождите, так завтра эти западные спецслужбы с территории Украины в социальных сетях, там какие-то контакты в РФ и там сети, еще там одноклассники, завтра скажут, давайте, поднимайте восстание, поднимайте революцию, сбрасывайте Путина и делайте демократические реформы. И получается, что все пойдет? Понимаете? То есть, уже что бы ни говорил человек, похожий на Путина, уже все действует против него. Все действует против власти Кремля. Это показывает, что в стране хаос. Реально. Он еще не прорвал, не вылился на улицы. Начинаются вот первые такие... Я думаю, что будут такие еще случаи. Случаи хаоса будут возникать теперь в разных регионах РФ и центральная власть вряд ли с ними сможет совладать. Войска нету. Войска все в Украине, которая способна применять силу. Росгвардия, видите, особо как бы... Там, кстати, тоже разброты, шатания, что люди пишут рапорта и хотят уволиться с Росгвардии. Просто никого не отпускают. И так вот, Белый дом даже отреагировал. Джон Кирби, представитель Белого дома, прокомментировал странную реакцию Путина на события в Махачкале. Он сказал, что Путин решил провести какую-то встречу с представителями служб безопасности, но кроме этого мы ничего не услышали от Кремля. Ни осуждения, никаких призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма по отношению к евреям. Ничего. И я думаю, что это очень красноречиво. То, что я вам сейчас разъясню. Кстати, самое интересное, надо отметить, что в самом Дагестане есть горные евреи, которые исторически живут там и которые являются тоже дагестанцами. Как быть? Почему? Какие? Есть евреи плохие, есть хорошие? Так как у нас тоже некоторые пытаются делить русских на хороших и плохих. Нет, не бывает. Есть россияне, и этим все сказано. Точно так же и там. Им надо определиться, против каких евреев и по каким критериям они отделяют одних евреев от других. Так что в России власть показала, точнее не показала, а власти Кремлю был преподнесен очень красноречивый урок, что они не управляют ситуацией, особенно в регионах РФ. Но волна антисемизма посетила не только Южный регион РФ, но и Европу, сотрясает Европу. В пригороде Парижа дома местных евреев разрисовались звездами Давида. Ранее газета Билл писала о том, что во Франции и Германии на фоне Палестино-Израильской волны поднимается волна антисемизма. Германия, кстати, Олаф Шольстас будет ликвидировать тяжелое наследие Ангелы Меркель, которая приняла миллион мигрантов и попыталась их распихать из арабских стран, кстати. И попыталась их распихать по всему Европейскому Союзу. А теперь Германия принимает законопроект о том, что все, кто участвует в антисемитских митингах, представители, будут депортированы из Германии. И там первых уже отловила полиция и готовит их к депортации в их же страны, лишая там вида нажительства, пособий и там всего-всего остального. Германия